Ты постоянно уставший, ничего не радует, каждый день похож на предыдущий. Поможет витаминно-минеральный комплекс Комплевит. Здрасте! Ну а если серьезно, то я собираюсь принимать витамины каждый день в течение следующих 30 дней. А в конце сделаю вывод, действительно ли эти витамины помогают, или же это просто пустышка. Но для начала нам стоит немного разобраться, зачем нужны витамины. Витамины выполняют ряд необходимых функций в организме. Они регулируют работу иммунной системы, нормализуют состояние кожи и волос. А также выполняют множество других очень важных задач. В одной таблетке Комплевита содержится суточная норма таких витаминов, как Витамин А, который участвует в формировании зрительных пигментов, а также регулирует рост костей. Витамины группы В, которые помогают бороться с инфекциями, противостоять анемии, участвуют в росте красных телец крови, отвечают за пищеварение, здоровый аппетит, хорошую проводимость нервной системы и помогают поддерживать тонус мышц. Витамин С обеспечивает синтез коллагена, участвует в формировании и поддержке структуры хрящей, костей и зубов, а также множество других витаминов и минералов. Полный список вы видите на экране. Часть витаминов не синтезируется в организме человека и должны поступать извне. Для того, чтобы поддерживать баланс витаминов в организме, нужно, чтобы рацион человека был сбалансированным и крайне разнообразным. Так как в современном мире мы частенько питаемся, не пойми как, фастфуды, перекусы, однообразная еда, у многих из нас баланс витаминов в организме нарушен, из-за чего мы чувствуем слабость, подавленное состояние, плохое настроение, заторможенность и так далее. И я не исключение. Все эти симптомы, безусловно, у меня присутствуют и помимо этого еще накладываются в горание к работе, да и в целом к жизни. Большую часть времени у меня подавленное состояние, более подробно я рассказывал вот в этом ролике. Именно поэтому многие советуют принимать витамины для поддержания баланса в организме. Самое сложное в проведении моего эксперимента это регулярность. Я и вне этого видео еще в школе частенько пытался пить витамины, но все попытки были провальными, просто потому что я забивал на все это дело. Для того, чтобы в этот раз точно не соскочить, я придумал простейшую схему. Итак, здесь ровно 30 палок. Начну я с завтрашнего дня, потому что сегодня уже вечер. И буду, как на наскальных рисунках, зачеркивать по одной палке в день, тем самым вести отчет. Ну что ж, погнали! Выбор подарков это всегда головная боль. А выбрать крутой и оригинальный подарок, который понравится человеку и останется с ним навсегда, это что-то из разряда невозможного. Но на помощь к нам приходят конструкторы от компании Ugears. И помимо вот этого байка, который вы уже неоднократно у меня видели, я еще недавно себе собрал вот такой вот байк с люлькой. Вы просто на это посмотрите. Это же произведение инженерного искусства. Все модели движущиеся и собираются без клея и грубые силы. Сам процесс сборки крайне медитативный и захватывающий. Когда я собирал свой байк, время пролетело просто незаметно. Конструктор подойдет абсолютно для всех. На официальном сайте Ugears-Russia.ru есть огромное количество различных моделей на любой вкус. Исследовательское судно, шкатулка, локомотив, кабриолет, тягач и даже вот такая бабочка. И многое-многое другое. Поэтому не тяните, порадуйте своих родных, близких и конечно же себя любимых отличным подарком. А также специально для моих подписчиков по промокоду ALIVE вы получите скидку 20% на все модели. Поэтому торопитесь, заказывайте конструкторы Ugears по ссылке в описании. На самом деле тут рассказывать особо нечего. У меня просто был план и я его придерживался. Как я уже и говорил, в этом деле самое трудное это регулярность. Очень тяжело воспитать себе привычку принимать витаминки. И это объяснимо. Почему у нас так легко формируются плохие привычки? Например, поедание сладкого. Потому что поедание сладкого дает сиюминутный эффект наслаждения. И ваш мозг автоматически закрепляет это как простую логическую цепочку. Кушая сладкое, становится хорошо. Это сравнимо с дрессировкой животных. Если животное выполняет нужную команду, ему дают вкусняшку. Если нет, то ругают. В случае же с витаминками, ты не чувствуешь сиюминутного эффекта. Ну, выпил таблетку да выпил. Соответственно, не выстраивается та цепочка, про которую я говорил ранее. Сейчас середина эксперимента. Вы знаете, я лучше скажу все в конце, нежели сейчас. Поэтому ждем. Консультант в аптеке сказал мне, что в комплевите достаточно небольшая дозировка. Многие скажут, что дозировки крайне малые. И я соглашусь. Но не забывайте, что в идеале мы должны получать суточную норму витаминов только из пищи. А витамины это лишь добавка к основному. И стремиться восполнить всю суточную норму только с помощью таблеток, наверное, не самое верное решение. Поэтому стоит отрегулировать основной рацион. И в первые дни я пытался покупать фрукты, овощи и всячески разнообразить рацион. Но хватило меня ненадолго, так как, ну, я просто заебался. За всеми этими разнообразными продуктами нужно идти в магаз. Как правило, для того, чтобы питаться хорошей пищей, нужны немалые деньги. Так еще и дома потом мыть, чистить эти бесконечные фрукты, бесконечно мыть посуду. Короче, ты просто проводишь немеряное количество времени на кухне, чего я, естественно, не хочу. Итак, ребята, последняя историческая таблеточка, витаминочки. Хочу запечатлеть этот момент. Но, как вы можете заметить, здесь у меня еще осталось два дня. Я не знаю, каким боком, я не знаю, почему, но, скорее всего, потому, что я просто переживал за то, что я пропустил приемы лекарств. Я, видимо, в какие-то дни выпил лишнего. Не думаю, что это страшно, не думаю, что это как-то отразится. В общем, есть такая, существует такая погрешность. Что ж, каков же итог эксперимента? В общем, не буду томить. Эффект действительно есть. Небольшой, но есть. Но небольшой. Я действительно стал чувствовать себя немножечко бодрее. Помогло ли мне это выбраться из моей такой эмоциональной ямы? Нет. Было бы глупо, что такое состояние, да, которое длится годами, излечилось бы простыми витаминками. Но, тем не менее, я не отчаиваюсь. У меня есть определенная стратегия, да, как выбраться отсюда. И я уверен, что она сработает. Не мгновенно, не легко, но когда-нибудь сработает. Надеюсь. В целом, стоит ли принимать витаминки? Мне кажется, стоит. Почему? Потому что, ну, по сути, они недорогие. Здесь, в принципе, приемлемые дозировки, особенно если принимать по две таблетки каждый день. Я, к сожалению, не могу сказать, как оно сказывается на здоровье попросту, потому что у меня, слава богу, все с этим нормально. Я очень редко болею. Но для людей, которые частенько болеют, у которых проблемы со здоровьем, да, там, слабенький иммунитет и так далее, я думаю, вы должны почувствовать какой-либо эффект. Но и в то же время, не питайте надежд, что вы вот только просто взяли комплевит и все, вы теперь суперчеловек. Нет, не забывайте, что комплевит, витаминки, вот это, это просто добава, 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 добавка, блядь. Ну, видите, перестал принимать витаминки, все, уже мозг поплыл. Конечно же, для того, чтобы в целом, да, кардинально повлиять на свое здоровье, нужно сбалансировать и поправить свой рацион, распорядок дня, активность, ну и все в этом духе. А это, в принципе, неплохая добавочка за приемлемую цену. Спасибо за просмотр, ну а также не забывайте, что я сейчас создаю свой курс по инвестициям. То есть, не какая-то лабуда, типа, там, заработать за месяц, там, за год, за на, блядь, на квартиру. Нет, настоящие инвестиции. Помимо необходимой теории, в моем курсе будет также и практика. Я наглядно покажу вам, да, куда прям нажимать, что делать. На экране вы видите долларовую часть моего портфеля. Так как курс еще не готов, вы можете сделать предзаказ со скидкой 50%. Такой скидки больше никогда не будет, поэтому переходите по ссылке в описании и ознакомливайтесь с подробностями. А также можете подписаться на мою инсту, там я иногда рассказываю про инвестиции. Всем пока, не болейте, комплевит, пейте, ебать, рекламный слога.